приветствую и добро пожаловать в mass effect 3 legendary edition возвращаемся в командный центр сейчас с вами полетим куда-нибудь на следующую миссию спасибо что известила меня спасибо от джессика фром уважаемый капитан шепард меня зовут джессика фром вы спасли мне жизнь на беннинге я уже потеряла столько друзей но меня утешает мысль о том что память о них живет во мне конечно я лишь простая женщина но мне хочется сказать вам что без вас было бы гораздо хуже будьте благословенный капитан джессика фром что с вами от самара шепард сегодня посмотрел еще один репортаж и тебе и решила что было бы неплохо узнать как у тебя дела и я сейчас над стадели и если чем-то могу помочь не стесняйся обращайся да да мы с тобой уже виделись там давайте сейчас гоняем в нашу каюту мы с вами на последнем задании нашли какие-то новые элементы брони и будет неплохо их надеть сейчас так погодите по моему чё-то для ног мы нашли да не для рук не для плеч не для груди не шлем окей значит точно для ног а ладно пофигу давайте еще в док челноков заглянем я еще какие-то улучшения находил для наших пушек так если я не ошибаюсь по моему для дробовика мы что-то находили вот приходится сидеть и вспоминать почему нельзя подписать что мы нашли конкретную модификацию для какого-то оружия чё я должен память напрягать я не пойму ладно окей полетели на следующее задание так полетим мы с вами судя по всему сюда в этой системе у нас есть какие-то дела о топливный склад нужна дозаправка не о новелия знакомая планетка мы ее уже с вами посещали в первой части и вот теперь сделаем это еще раз нужно разобраться с очередной базой цербера давайте с собой возьмем здоровейка джимми ну и может быть сузи надеюсь что джокер не против пушки не будем менять чутка не помешает прокачаться тем более у нас под накопилось для этого очков окей погнали а Вот они враги вышли нас встречать. Здравствуйте, ребятки. Нет, все-таки прежде чем искать командный центр, сначала надо тут все зачистить. А то противники нифига не дадут нам ничего выключить. Продолжение следует... Я уже нашел. А еще нашел блок данных. Видимо, с какой-то очень ценной инфой. За нее нам дали аж 2000 кредитов. Пусть это будет Сузи. Уверен, что она во всех технических делах больше понимает, чем... Джеймс. Согласен. Мы получили достижение замочная скважина. Это нам нужно противников со щитами убивать сквозь вот эту вот... Небольшую щель. Но не, я еще не получил достижения. Надо 10 раз так противников завалить. А я пока только трех так убил. Группа, выдвигаемся. У меня в глазах 2 яйца или Сузи и правда стало 2? А, это ее голограмма. Забираемся по лестнице. Давай, высунись. Атлас со стороны выглядит как очень грозный противник. Но уничтожается этот мех вообще на изи. Можем эвакуироваться. Конец связи, адмирал. Плюс 5 очков к репутации. Плюс 10 тысяч кредитов. И еще десятка на Альянс. Хорошо, отлично. Ага. Окей, сейчас прочитаю. Новости о Горне от Брин Коул. Уважаемый капитан Шепард. Спасибо вам еще раз за все, что вы сделали для нас на Геликсе. Адмирал Хакет потрясающий человек. Работать под его началом настоящая честь. Сборка Горна задача не из простых. Но я и моя команда твердо намерены с нею справиться. Правда, хоть я и не привыкла полагаться на удачу. Боюсь, что в этом случае она нам может понадобиться. Берегите себя, капитан. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Искренне ваша. Доктор Брин Коул. А кто это? Че-то я запамятовал, если честно. В игре просто уйма персонажей. К сожалению, всех не упомнишь. Найти пропавших разведчиков. Вот наша следующая цель. Полетели. Так, нам сюда. Когда мы летаем по системе или по галактике, у нас не расходуется топливо. А вот когда летим от одной системы к другой, тогда да. Утуку. Забавное название. Утуку. Эшли, Гарус. Мы такой троицы уже летали или нет? Летс гоу, ребята. Эдди, есть еще информация о ситуации? Я получил подтверждение, что ваш взаимодействует на планете. У нас есть группа Кроуган командов, называемый Арлак Компании, проводили initial scans. Хорошо слышать. А то, что, нет слов от Кроуган скouts, они не были в ракнии. Так что, мы идем за ракнии? Мы думали, что мы решили это на Оверия. Реапы должны были превратить их в те вещи, что мы видели в Тучанка. Мы хотим узнать, что произошло с Кроуган скouts. Если ракнии участвуют, ситуация меня изменится. Мы позволили последний ракнии живут в состоянии, что она исчезнет forever. Мы должны закончить это когда мы получили возможность. Теперь мы не знаем, что мы идем в. Просто готовься за что-то. Да, шутка уже приехала. Вы должны двигаться, team 2. Видите что-то, дайте мне знать. Крент. Шеперд? Шеперд! Что ты делаешь здесь? Я могу спросить тебе это же вопрос. Эти идиотики не украли тебя? Они украли меня. Они украли меня в локте для того, чтобы держать Батарии. Я не хотела проблемы с Коуганом, когда они готовились для войны. Но ситуация изменилась. Да, они украли проблемы крупные, хорошо. Это почему я здесь руководить Арлак компанией. Они тяжелые. Они думают, что они инвенцины. Реклассные, но эффективные. Как вы думаете, Крент? Крент. Продолжение следует... 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 Я сожгу их, отойдите. Вот так. Возможно, что если бы в первой части мы убили матку, то рахни как вид исчезли бы. И нас тут просто не было бы. Ну а так приходится разгребать последствия своего выбора. Что поделать. Тут еще и хаски. Отойдите от меня, уроды. Попробуем подобраться к этим членостоногим поближе. И спалить их дотла. Горите, твари. Да мне кажется, что это и так уже понятно. Хотели подчинить себе эту расу. Сделать ее частью своей армии. И им это удалось. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с ними. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, что да. Продвигаемся дальше вглубь. Продолжение следует... Нас не так-то просто убить, приятель. Я знаю, что произошло с шкаутами. Что вы найдете? Они убили. Лидер обещал их подвести оружие глубже в ковы. Он знал, что следующая команда нужна помощь. Они умерли, чтобы мы могли сделать это в центре центра. Давай. Я был готов к таким неожиданностям. У них не было шансов выжить. Они не были готовы к такому. Большое место, Шепард. Покажите проблем. Давайте, подходите ко мне. Я буду сжигать вас заживо. Я буду сжигать вас заживо. Туда, мы видим, забраться не можем. Ну и не очень-то хотелось, если честно. Хрен его знает, что там ждет. Смерч на длинной дистанции вообще не катит. Так что мы с вами переключились на винтовку. Перегрелась она у нас. Ну давайте возьмем дробовик. О, да мы тут всех убили уже. Улучшение оружия. Дробовик боезапас 2. Из этих коконов, бывает, выползают вот эти твари. Они очень напоминают лицахватов из чужого. Да уж. Они изменились. А я думал, что все эти туннели есть и гнездо. Ага. 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 Нихера себе. А он действительно сильный. Видали, как легко поднял этого гигантского жука? Офигеть. Все, что связано с жнецами мы уничтожаем. Ага. 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 заждают путь. Мерзкие ублюдки. Мерзкие ублюдки. Мерзкие ублюдки. Эй, он чё там хп-шку восстанавливает что ли? А тут стало жарковато. Этот чёрт возьми настоящий муравейник. Я подобрал ещё огнемётец. А, герой выбрасывает его, когда я переключаюсь на другую пушку. А, ну окей. Но с одним огнемётом тут не побегаешь. На средней и дальней дистанции он бесполезен. А, герой выбрасывающий муравейник. А, герой выбрасывающий муравейник. А, герой выбрасывающий муравейник. Они умерли, самостоятельно, далеко. Иди, бой! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Спасибо, офицер. Итак, как это было? Наталья сладкая. Ты мой героин, Грент. Субтитры создавал DimaTorzok